Ахоми Такую Ясин за все наши взаимоотношения. Благодарить пространство Великого Духа, благодарить пространство звучания, благодарить пространство молитвы через песни. В этом видео я хотел бы поговорить немножко о песнях, в особенности для тех, кто начинает входить в пространство взаимосвязи с этим непознанным миром, многомерным. Потому что каждая песня — это благословение измерений, это медицина измерений, которые пришли в наш мир, которые исцеляют этот мир, которые помогают нам в этом мире освобождаться, быть более текучими, гибкими, легкими, парить в этом плотном пространстве, исцелять это плотное пространство, раскрывать видение в этом плотном пространстве своей души и своего пути. Итак, как правило, что происходит? Огромное количество песен, огромное количество возможностей. С чего начать? Я вам рекомендую начать с простых вещей. Первая простая вещь, связанная с тем, что слушайте и чувствуйте то, что откликается в вашем сердце, то, что заставляет ваше тело реагировать, то, что заставляет бежать мурашки по вашему телу, вы чувствуете это вдохновение, это горение. Если песня, которую вы слушаете, вызывает это внутреннее горение внутри вас, внутренний огонь, возбуждение — это хороший контакт. Не красоту, а именно чувство. Если такая песня у вас появилась, если вы нашли такую песню, слушая, участвуя в каких-то мероприятиях, в темаскалях, в поисках видения, церемониях, и эта песня у вас вошла в резонанс, и если есть живой носитель этой песни, то как вам понравилось, вы почувствовали, как это того носителя. Если песня вам перешла, срезонировала, то самый лучший способ — вы поднесите этому носителю мешочек табака и попросите, чтобы он для вас эту песню спел, а вы ее просто запишите для себя. Запишите ее звучание, запишите ее слова. И второй важный принцип, когда вы взаимодействуете с пространством этой песни, это как раз очень важны звучание, ритмическая конструкция песни и ее слова. Слова — это то же самое. Звучание в ритмике в виде оболочки слов. Очень важно выучить четко и точно звучание и слова. На начальном этапе ни в коем случае не экспериментируйте с этой песней, если, конечно, песня не подразумевает под себе способность менять ее ритмику, потому что ритмика, потому что звучание, слова — это та форма, которая позволяет вам соединиться с тем пространством, откуда эта песня пришла. Оно позволяет раскрыть как раз благословение этого пространства в вашем теле, в ваших чувствах, в вашем сознании. И эта песня одновременно является проводником некой формы безопасности для того, чтобы вы вместе с ней могли пройти в это пространство. Она ведет вас. И она же спускает это благословение. Поэтому очень важно выучить слова и очень важно выучить мелодию. этой песни, звучание. Потому что мелодия, звучание, слова — это определенный вид дыхания. То есть это не просто слова, не просто музыка, это еще дыхание, взаимодействие с воздухом, с медициной воздуха, которое через дыхание раскрывает в нас состояние. И третье, пробуйте, пойте эту песню так, чтобы она у вас отложилась, так, чтобы она у вас прописалась. Потому что одно дело, когда вы ее поете в состоянии нормальном, другое дело, когда вы ее поете в измененном состоянии, восприятии. и тут тоже очень важно, чтобы она у вас была четкая, прописанная, чтобы не было экспериментов на начальном этапе. И уже впоследствии, когда вы это все выучили, когда вы чувствуете, вы уже можете обратить внимание, когда у вас раскрывается чувство, на что направлена эта песня, связана ли она с пространством огня, с духом воздуха, с духом воды, либо эта песня «Воззвание к великому духу», либо эта песня от традиции локота, связанная с трубкой. На начальном этапе лучше на это внимание не обращать, хотя очень важно понимать, если эта песня на чужом для вас языке, о чем поется в этой песне. У нас как раз должны быть сонастроены именно все пространства, пространства нашего с вами, тело, чувства, звучание и пространство сознания, о чем поется эта песня. Что мы наполняем нашим чувством? Или наоборот, что пробуждает в нас это чувство, исходящее от звучания этих символов? Потому что слова — это символизм. Дух огня, дух воды, особые слова связаны с движением этой энергии. И тогда мы с вами движемся из середины, когда проходим все эти вот минимум три условия. Можно двигаться и наоборот, подумать, я хочу песню огня. Найти песню огня, начать ее учить, раскрывать. и, может быть, она вскроет в вас то чувство, которое приведет вас в это пространство. Может быть. Это тоже способ, это тоже форма. Вопрос — пробовать, сравнивать. И таким образом, двигаясь, вы начинаете постепенно набирать в первую очередь опыт взаимодействия с песнями. Вы раскрываете те песни, которые раскрывают ваше чувство, вашу душу. И эти песни помогают раскрывать вашу способность, сонастраиваются с песнями. И уже потом действительно может случиться такое, что вы чувствуете великий дух. «Мне не хватает песни огня. Пожалуйста, раскрой мне, дай мне ту песню, которая будет соответствовать, которая необходима тому моменту здесь и сейчас, чтобы можно было молиться огнем. И поверьте, эта песня к вам придет. И она раскроет ваши чувства в первую очередь. И вы по-настоящему почувствуете эту песню. Огонь внутри вас или воду внутри вас, текутость, движение, или ветер, дыхание, воздух. Все это прочувствуется тогда, когда это происходит из центра, тогда, когда это происходит из вашего сердца. И ваш ассортимент благословений начнет расти, притягивать, притягивать все то, что необходимо действительно вам. И второй момент. Есть песни, связанные с красным путем, которые на испанском, на языке лакота, на бразильском, на гварани, на разных языках могут быть. А есть песни, которые связаны с нашим с вами исходным кодом, с нашим с вами исходным языком. И тут тоже очень рекомендую найти ту песню, которая расправляет крылья вашей души. Вашу песню души, связанную на нашем с вами родном языке. Найти ее, почувствовать, что она раскрывает в нас. И тоже пользоваться этим благословением, потому что песни нашей земли тоже являются медициной, благословением, они раскрывают это пространство. Так что вот такой небольшой совет для тех, кто начинает постигать этот путь. То же самое, когда вы используете инструменты, его нужно прочувствовать, как он звучит, какое пространство он раскрывает. Не шуметь им изначально, а почувствовать, как он синхронизуется с вашим звучанием, с вашей душой, какое пространство раскрывает. Спасибо за внимание, за все наши взаимоотношения. Ахоми такуи ойасин. Успехов!